здравствуйте друзья мы сегодня поговорим на тему на которую меня вдохновила дискуссия по поводу мятой майки блогера хвостовича там что-то я боюсь соврать полсотни комментариев вокруг мятой майки и как вообще в америке с мятостью поглаженностью на помаженностью растопыренностью фасонностью вообще вот так в целом значит надо сказать что сильно зависит от местности в которой вы живете тут вот есть тонкость такая вообще есть страны в которых не принято вообще ничего гладить и все вот так ходят с вешалки там не с вешалки с веревки снял там высушенную и пошел дальше вот в израиле например там нет такого прям бросил высушил и пошел у нас климат в известном смысле местами похожий но если воздух в целом влажный то просто ничего не высыхает вот с кем-то я на днях говорил повод наташи крик из из флориды что вот вещи не сохнут сейчас влажно очень жарко влажные не сохнут и надо их обязательно там на что-то на сушилочку повесить вот поэтому у нас в этом смысле проще в калифорнии потому что здесь воздух ну я не хотел сказать сухой вот такой говорят что совершенно идеальная влажность для жизни я не знаю этих тонкостей но несколько раз слышал такую фразу тоже здесь все отлично высыхает но я не видел чтоб на улице сушили вот это же отдельный разговор на улице нет не слушать на веревках сушит обычно в машине сушильный которая при стиральной да вот есть стиралка сушилка значит в одной постирал другой забросил она посушилась выходит она оттуда естественно мята даже если на веревку повесить я пытаюсь вспомнить когда последний раз видел белье на веревке и где но может вот в италии так то это тоже она будет не идеально гладеньким дату зависит материала тоже но если это чистый хлопок например то он не должен по идее так уж быть гладеньким хотя есть мы знаем что есть материалы которые без глажки достаточно ровные без глажения так что уже как ходят программисты в кремниевой долине друзья это можно снимать отдельно сюжеты которые если что показывать можно не везде потому что в америке не поймут над чем смеются а вот значит других странах поймут я вспоминаю одного кинорежиссера советского он в передаче кинопанорама рассказывал что показывал наш советский фильм показывали в голландии и там был такой его спрашивают как вот люди реагируют только что есть существенные культурные различия вот он рассказывает такой случай что в его фильме герой с утра с бодуна значит встает очумелый идет на кухню там у него кран и он хотел ну что-то там умыться я не знаю лицо водичкой освежить открывает кран а вода не течет и то есть мало того что с бодуна так ему еще добавилась вот эта вот проблема значит в этот момент весь зал начинает ржать это ржу не могу и он говорит у нас бы никто смеяться не стал в таком месте вот чего они смеются а у них нет такого чтобы пойти а мы-то привыкли что кран открываешь и воды нет тоже кого-то и удивил ты этим вот а в некоторых местах так и удивляешься когда течет вода знаете культурные различия поэтому есть места такие страны где вот мятая майка это значит повод для порицания и заподозрить там что-то может быть он дома не ночевал значит может быть он жена уехала и он теперь значит должен сам гладить а он не умеет и так далее то есть как бы много таких тонких моментов культурных различий значит так вот в америке я не хочу сказать что принято ходить мятым принято не обращать на это внимание то есть вот идет человек и идет и хорошо что идет он улыбается симпатичный там в меру упитанный вот и все ему рады а то что не майка мята так смотря чем он занимается вы гляньте как они вы говорите как они там ходят программисты я говорю как они ходят эти люди из кремниевой долины вы посмотреть как они на интервью приходят если это не не в продажах там и не в маркетинге да так они посмотреть как они ходят он и ну тут кто идет сам проходит интервью он еще хоть как-то эти хоть как-то принаряжается а те которые принимают интервью вот они во вьетнамках на босу ногу легко могут прийти в шортах обдерганных вот в такой мятой майке что рядом с ними господин хвостович будет выглядеть как я не знаю с картины понимаешь маслом писаный вот и вот они так ходят просто как бы сказать мир такой мир такой вы можете сказать но вот хвостович раз он уже на камеру снимается он же уже мог бы понимая специфику своей аудитории да он не помнит уже специфику то той аудитории он привык уже здесь он же с работы пришел думаете он что специально майку одевал чтобы на камеру нет он значит был на работе пришел с работы 8 часов вечера я потому что на работе два раза майку переодевал но я сомневаюсь то есть видимо она на нем на самом деле разгладилась за день ты представляете вот если он там в девять утра майку надел восьми вечера к нам в офис пришел начало на нем 11 часов разглаживалась это же майка была разглажена значительной степени уже уж я уж не знаю если вы увидели с утра вы бы думали что там вообще он где-то лежал по нему ходили вот или может быть майка отдельно лежала и по ней ходили так что да тема тема хорошая значит принято принято быть чистеньким и аккуратненьким не вонюченьким и даже не пахнущим какой-то там не знаю фарфюмерии вот например ходить на обрызганным там одеколонами или духами так чтобы все вокруг в офисе знали что это ты это твой запах так тоже не принято вот если допустим там уткнешься носом куда-нибудь и там чувствуешь духи вот но это надо чтобы тебе разрешили туда носом уткнуться а если ты допустим рядом идешь как ты как бы предполагается что ты не должен чужие запахи чувствовать есть вообще люди болезненно относящиеся к запахам есть аллергики и так далее то есть в трудовом коллективе не принято пахнуть не только плохим но и хорошим тоже особо так чуть-чуть я бы сам себе там показал чтобы те пары и все но не другим принято быть чистеньким принято быть помытеньким вот с утра душ люди принимают а некоторые пару раз день принимают если он там скажем середине дня пошел такой джим так он после джима еще раз душ принял вот соответственно если допустим тело такое у человека что излучает значит он знает это дело и там допустим чаще душ принимает да принято быть каждый день в другом вот допустим если я в одной и той же майке приду два дня подряд не именно я так как американский человек пришел на работу то люди подумают что он дома не ночевал у него не было возможности заменить майку ну что-то такое ну потому что какая может быть причина например в одной и той же майке у вас может быть три одинаковых или скажем так мало отличимых тогда вы их не одевайте например одну за другой подряд потому что вас могут не понять там не все в состоянии отличить что еще безусловно есть такие места где люди работают и они так принаряживаются вот у нас теперь софия первая ее работа в америке сейчас ее 2 вот у нас а первая работа она был работала в таком учреждении которая прекратила свое существование с уходом софии называлась менеджмент колледж в сан-франциско она была вице-президентом она дослужилась до вице-президента с самой низовой позиции там ну и там понимаете гостинице колледж там учили людей в гостиничном хозяйстве работать у них там интерншипы были по самым ведущим отелем там хилтон и пожаром всякие дела и вот соответственно они там все были сами нарядные студенты должны были ходить нарядные то есть там такой дресс-код был и у нас софия с тех пор уходит такая постоянно неоправданно нарядная ну конечно это не то что она ходила там но во всяком случае по сравнению с нами со всеми софия самая нарядная у нас в офисе 0 ну не только она тут еще есть народ у нас вот и женщина работала на родине там по международным связям вот она тоже так привыкла наряжаться как по международным связям и так до сих пор вот и ходит вот почему я клоню вот существенно чтобы был чистенький аккуратненький если только в том месте где ты работаешь не имеются повышенные требования к этому как люди одеты гораздо больше внимания обращают на то как люди одеты на атлантическом побережье нежели например у нас тут на тихоокеанском я еще вспоминаю есть такие знаете списки там говорят вот 20 там значит причин там для того или там например вот тот же сейчас голову пришел значит звучал так вы давно живете в израиле если и там один из пунктов был когда вам говорят что надо бы при одеться со вздохом натягиваете носки эти вот в общем-то калифорния в известном смысле вот живет по такому же значит правил я не знаю захочет ли кто-то носки надевать вот но в общем-то полно народу которые так на босу ногу и ходят да еще раз не принято делать замечание не принято вообще внимание обращать брать замечание делать это как бы уже и и вовсе уровень такой низкий на самом деле но обращать внимание не вне при не прилично не принято это это как бы не потому что вот ты боишься что тебя осудят люди со стороны а по потому что просто как-то внутренняя как как кому какое дело что человек майкой мятый или там глаженный хорош или или он ей плохо поэтому даже я не знаю и безусловно это культурная это культурно это это не нужно понимать это нужно просто принять как как есть и если вы живете здесь значит вы приспосабливаетесь под то что есть здесь я могу сказать что те кто любят наряжаться у них вообще риск некоторые присутствует ну если они все время нарядные то ладно а вот если допустим человек ходит как и вдруг в какой-то день раз пришел нарядный значит первая мысль на интервью идет переоделся на интервью я прошу один долью сегодня где-то у тебя вот так что ведь пришел наряды дома ах на интервью собрался раз и уволили но я так уже гротесково так что друзья нельзя выделяться одеждой ни в ту ни в другую сторону вот хотя в сторону вот такого люмпина у нас принято и даже новую майку покупаешь она уже такая специально оборванная и там чем изощреннее на ней дырки тем может быть дороже это дизайнерские идеи как майку ободрать как ее так покрасить чтобы было ощущение что ее лет 50 уже носят никогда носить не могут так что вот такие у нас тенденции счастливо